Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Джека Ханта FIFA 23 на PS5. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. Продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. У нас сегодня матчи в чемпионате, также мы сыграем в Кубке Италии. Ну а уже в следующей серии нас будет ждать двухматчевое противостояние в Лиге Чемпионов. Нам достался серьезный соперник, и ребята, это будет весьма непростая двухматчевая битва, которая, надеюсь, закончится все-таки по итогу нашей победы. Но пока у нас борьба в чемпионате, как мы видим, мы сократили отставание до 4 очков с Миланом. И будем надеяться, что сейчас, после того, как они вылетели от нас в Лиге Чемпионов, они начнут немножко сбавлять, где-то, может быть, проигрывать, а мы, наоборот, должны прибавить. У нас сегодня игра со Соло, у нас сегодня игра, так же, как я и сказал, в Кубке Италии. В общем, много интересных встреч. Вы, ребята, усарывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забывайте залетать в телегу. И на мой второй канал, его название Фандом Лига. Там у нас различные прохождения, пчеловая атмосфера. Всем, ребята, буду рад. Все ссылочки есть в закрепленном комментарии. Также, ребята, у нас спрашивали по поводу того, что Кантер опять много забивает, и надо больше отдавать передач. Ребят, если мы посмотрим, Влахович, лучший бомбардир нашей команды, за 32 матча забил 20 голов. Если мы найдем в этом списке Хантера, то у него за 19 матчей забито 12 мячей. Я не считаю, что это как-то чересчур много для игрока атаки. Да, это не нападающие, но это все-таки не жизнь. Это игра, ребята, и частенько у нас команда просто не идет вперед. И что ж, Хантеру стоять на месте и смотреть на все это со стороны. Он берет мяч, ребята, и он забивает. Многие футболисты центра поля бывают, забивают больше нападающих. В этом нет ничего удивительного. Возьмите того же Лукаса Пакета в нашей карьере за Вестхэм Юнайтед с Тедом Лассо. Там Лукас Пакета забивает просто уйму мячей. Ну а по голевым передачам у Хантера 19 матчей, 10 голевых. То есть, ну, в принципе, тоже неплохо. Раздаем достаточно. Причем, что соперники, как мы видим, им потребовалось гораздо больше матчей на те же 10 передач. Вот, друзья, стартовые составы на матч со Солой. Дела Вега хорошо нам знакомы по другим карьерам на канале. И, ребят, поехали. Есть небольшая усталость, но будем надеяться, что у нас все получится. Меня радует, что наш главный тренер сейчас, когда команда на хорошем ходу, не начинает придумывать велосипед в нападении, как это было в Манчестер Юнайтед. Я не знаю. Мне кажется, здесь некоторые команды просто как-то запрограммированы играть по-своему. И когда ты участник всего лишь одного игрока, так скажем, в этой команде, то все может быть по-разному. Нам нужно сделать 10 передач на половине поля соперника, отдать одну голевую и получить также оценку не ниже 9. Просто если мы возьмем, например, тот же Милан, у них постоянно какие-то проблемы с вратарем. То его меняют, то он начинает убегать в атаку. В общем, куча каких-то вот таких вот странностей. В МЮ у нас тренер постоянно начинал просто придумывать какую-то ерунду с заменами. Хотя, казалось бы, команда играла довольно здорово. Не вот так вот каждая, каждая команда, она, ребята, уникальна. В FIFA возьмем, например, тот же Ливерпуль. Они постоянно играли ребята в атаку. Ну же, Влахович! Этот момент мы просто не использовали. Я не понимаю, почему Влахович не замкнул пустые ворота. Ливерпуль постоянно разгоняется в атаку, переходит на большие атакующие действия. Постоянно уже в трех частях FIFA, наверное. Постоянно с этим сталкиваемся, и они пропускают довольно много, оставляя свою оборону. Ну а мы пока поддавливаем Сосуола. Здесь неплохой дальний выстрел Хантера с подкруточкой. Но на удобной для галкипера высоте летел мяч, и тот справился с ударом. Удар Хантера чуть с ног не сбил соперника этим ударом. Ну а тут уже защита Сосуола отыгрывается на своего галкипера, и он ищет, кому бы сделать пас в центре поля. Равелла, Хантер, мяч сохранили. Влахович, Калушевский, 1-0. Ну вот это уже такая довольно стандартная, ребята, комбинация для нашей команды, когда мы с левого фланга аккуратно переводим на правый. Мяч доходит до Калушевский, и тот, обладая хорошим ударом, из штрафной частенько забивает. Ну и здесь, наверное, стоит посочувствовать галкиперу. Мяч пролетел совсем близко с его рукой. Ну и у нас такое бывает в карьерах, так что все здорово. Мы повели, и нужно продолжать в том же духе. А вот и атака Сосуолы, удар по воротам, и Нюбель. Последний момент успел среагировать, 20-я минута. Вот и ребята-хозяева потихоньку приходят в себя. Еще один момент, мяч попадает в руку пенальти. Не успел Флимпонг убрать руку, соперник в нее попал, 11-метровый в середине первого тайма. Ну, здесь тяжело что-то говорить. И вся надежда на Нюбеля. Давай-давай, дружище. Попробуй потащить. Разбег, удар. По углам раскидывают. Может быть, конечно, если Нюбель прыгнул бы в тот угол, он смог отразить этот выстрел. Но, ребята, пенальти это лотерея. И здесь удача улыбнулась девятому номеру Сусолы. Он по углам раскидывает футбольный снаряд и голкипера. И счет становится равным. 1-1 на 21-й минуте. Этот пенальти ввел немножко нашу команду в какой-то ступор. И сейчас нужно постараться, ребята. Ханта. Классный пас на Влаховича. Выход 1-1. Ой-ой-ой-ой, ребята, я честно. Очень редко, когда видел в исполнении искусственного интеллекта вот такие вот голы. Обычно они просто несутся бездумно, лупят. И надеются, что мяч сильно залетит в угол. Но здесь Влахович исполнил просто шедевральный гол. И мне кажется, не только я не ожидал, что именно таким будет удар Влахович. Но он увидел, что голкипер выходит. Подсек мяч и парашютиком направил его в сетку ворот. Двадцать девятая минута. Голевая передача. Кантера. И шикарный гол Влаховича. Вот вам, пожалуйста, ребята. Цап и нападающий разыграли хорошую комбинацию. А вот теперь Хантер открывается на фланге. И Влахович. Влахович, ребята, на острие. Подача. До удара дело не доходит. Скидка на Хантера. И здесь мяч не попал в руку соперника. Черпачок Хантера. Здорово. И снова Хантер. Удар в дальний. Вратарь спасает. И классной передачи находит Влаховича. Но немножко в ногу тот не поймал мяч. И поэтому пробить не успел. Первый тайм завершен. Пока 2-1. Довольно интересно складывается игра. Будем надеяться, что во втором тайме мы все-таки дожмем до победного. Нам нужно немножко поднабрать оценку. А также постараться чуть-чуть побольше сделать передач на половине поля соперника. По-моему, еще 4 паса нужно сделать. Здорово. Через Нюбеля отыгрались. Ну а теперь нужно просто выносить мяч к центру. Влахович. Выигрывает вверх. Хантер. Опасная передача. Удар по воротам. Штанга. И мяч пролетает вдоль ворот. Здесь, честно скажу, мы, ребята, отскочили. Это был голевой момент. На котором нам просто повезло. Влахович. Хантер. Пьеза. И голкипер. Отражает. Остается чуть больше 15 минут. Хантер. Передача на Влаховича. Надо бежать. Свободная зона. Равелла. Влахович. Да вы серьезно, ребята. Ну здесь нужно было просто бежать и забивать. Вот о чем я и говорю, что иногда искусственный интеллект, он просто начинает мудрить. И вот если бы выдали такую передачу на Хантера, он просто взял бы, наверное, и забил. Хантер. Влахович. Ну давай, давай. Удар поворотом. Гол. Влахович красавец. И еще одна голевая Хантера в этой встрече. 88-я минута. Влахович уже точно приносит победу нашей команде. И три очка в этом матче. И мы продолжаем преследовать Милан. Сейчас очень важно выигрывать и забирать по три очка в каждой игре. Ну и Влахович здорово открылся. Хантер здорово выдал. И шикарный такой небольшой наклбол получился, который нырнул в ближний и нижний угол. Это дубль Влаховича. И у нас еще одна замена Рабьо появляется на поле. И остаются считанные минуты до конца. Звучит финальный свисток. Это победа. Это важные три очка. Сейчас посмотрим, как сыграл Милан. Смогли ли мы приблизиться. Или же по-прежнему есть отставание в четыре очка. У нас есть, ребята, новые приобретения. Это стильный пентхаус за 750 тысяч. Он добавит нам 400 очков одиночки. Кстати, в комментариях мне подсказали, что когда мы наберем 95 тысяч вот этих вот очков стиля, то нам дадут плюс 5 к рейтингу. Не знаю, насколько это правда, но посмотрим. Там осталось где-то тысяч, по-моему, 10-15. И мы потихоньку-потихоньку копим деньги на крутой особняк, а также на роскошную яхту. Милан, ребята, свой матч тоже выиграл. По-прежнему четыре очка отставания. И, по-моему, около пяти туров остается у нас до конца. Но будем надеяться, что они смогут ошибиться. Нам нужно, чтобы они хотя бы раз сыграли в ничью. Один раз проиграли, и тогда у нас будет шанс хотя бы сравняться и попробовать, может быть, вырвать первое место в сезоне. Я, ребят, совсем забыл, что финал, а точнее полуфинал Кубка Италии играется в два матча. И в первом матче с Дженово мы выиграли 6-1. Поэтому сейчас мы просто просимулируем. Я не вижу смысла здесь играть. Чтобы мы опять им накидали. По итогу 2-2. Флемпонг забил, а также Калушевский. И по итогу 8-3. И мы проходим финал. А в финале, друзья, мы встретимся с Интером. У нас уже некоторые инвестиции готовы. Как мы видим, киберспорт нам принес чуть меньше, чем мы вкладывали. Приложение нам не принесло ничего. Мы просто вернули свои деньги. Спортшкола, музыкальная индустрия принесли по чуть-чуть. Не сказать, чтобы много. Но вот, кстати, спортшкола принесла 75 тысяч. То есть это было весьма неплохое вложение. Даже музыкальная индустрия принесла гораздо-гораздо меньше. Раз, ребята, мы игру с Дженова просимулировали, значит, сегодня уже и начнем играть в полуфинал Лиги Чемпионов. Но перед этим нам нужно сыграть с Латсо в чемпионате. Сейчас мы быстренько, я думаю, им изменим форму. Сделаем что-то потемнее. Хотя у них нет ничего потемнее. Давайте мы сыграем в черный. А они пускай играют в белый. Чтобы это все отличалось. Ну и, ребят, поехали. У нас есть небольшая усталость у некоторых игроков. Но полуфинал Лиги Чемпионов уже через два дня. И, возможно, сейчас, если мы потратим много сил, то в полуфинал выйдем не совсем в хорошей форме. Но будем надеяться, что сил хватит. Погнали. Вот этим тоже немножко FIFA напрягает. То, что твоя команда, играя через каждые два дня, тратит силы и подходит к матчу уставше. А соперник частенько, играя так же, почему-то полон сил. И это иногда очень сильно сказывается. Но, с другой стороны, если мы возьмем Милан, который был уставший, он все равно боролся. Он все равно навязал очень такую хорошую борьбу. И только усилиями нашей команды, превозмогая, может быть, усталость и боль какую-то, мы смогли победить. Смогли пройти дальше. Нам нужно четыре раза вернуть мяч себе, один гол забить или отдать одну голевую. Ну и, как обычно, оценочка не ниже восьми с половиной. Хорошая солнечная погода. Поехали. Блин, мне сначала показалось, что разводил мяч Джеймс Дэвис. Похожая прическа у паренька. Но нет. Это, ребята, конечно же, не он. Лацио тоже. Такой непростой, неприятный соперник. Неплохо. Можно сыграть на Влаховича. Влахович. Калушевский. Кьеза. И Кьеза не попадает. В таких моментах очень важно забить. Но не получилось ничего страшного. Главное, не пропустить теперь самим. Племпонг встретил на фланге. Здорово. Кьеза. Уже собирался забросить на противоположный фланг. Но его тоже встречают. И Лацио сейчас довольно плотненько действует в прессинге. Атакуют правым флангом. Неплохой розыгрыш. Дойдет ли дело до удара. А вот такая вот проникающая залетает в штрафную. И Лацио на 14-й минуте выходит вперед. Но все походу ждали удара. А в итоге игрок Лацио сделал классный пас на забегающего партнера. И тот расстрелял уже в упор. Нюбеля. 1-0. Лацио выходит вперед. Еще одна опасная передача. Удар в ближний угол. Здесь уже Нюбель в порядке. Сергей Милинкович Савич с разворота пробивал. Это один из опаснейших игроков. Лацио. Ему снова дают пробить. И арбитр указывает на точку. Он считает, что Закария играет рукой. И это пенальти. Но была ли эта игра рукой? Ну не знаю, что увидел арбитр. Может конечно это не игра рукой. Он посчитал, что подтолкнули. И Нюбель пропускает. 2-0. К середине первого тайма. Вот так вот мы дома горим Лацио. И пока у нас нет возможности забить. Единственный момент был у Кьезе. Но он им не воспользовался. Надо собраться, ребята. Нужно провести хотя бы одну атаку. И завершить ее взятием ворот. Хантер. Это Хантер. Передача. Неплохо. Но вот здесь снова пас. Который заблокировали. Еще одна атака. Лацио здесь снова пытались на пустые раскатать. Не вышло. А Хантер. Тоже до мяча не добрался. Сейчас нас просто не пускают к воротам соперника. Никак не получается даже мяч отнять. И что за пасы? Что за пасы начались, ребята? Нюбель спас. Если мы сейчас третий пропустим в первом тайме, то это уже будет точно, ребята, поражение. Кьеза, забей! Хантер, ворота пустые. Не получилось и была в сайту Кьезы. Есть еще буквально пара секунд в этом первом тайме. Передача на Хантер. Хантер. Влакович. Снова Хантер. И он забивает. Он забивает, ребята. 2-1 под занавес первого тайма. И здесь Хантер шикарно разобрался в моменте. Но и Влакович сыграл очень здорово. Посмотрите, как на двоих мы разыграли точнейшая передача. И Хантер одним движением убирает голкиперов Буфета, вторым посылает мяч в ворота. Далеко не все получалось в первом тайме у нашей команды. Не забили мы в самом начале. Кьеза не реализовывает момент. А дальше 2 гола в исполнении Лацо. И, ребят, тяжело. Тяжело, пока дается игра. Ну, Закари, ну что ты делаешь? Ну, ребята, вот опять. Смотрите. Он выиграл мяч. Казалось бы, все здорово. А после этого он берет и тут же начинает придумывать какую-то ерунду и отдает мяч сопернику. Снова Нюбель спасает. И снова угловой. Пытаемся, пытаемся сейчас раскачать соперника. Пас на Влаковича. Влакович! Катил Хантеру, но у Хантера нет столько сил, чтобы сделать такой рывок. Здорово, Влакович! И кати в центр Хантеру. Хантер! Вытаскивает голкипер. Ну, казалось бы, здорово. Все было сделано, но нет. Ну же! Есть, ребята! Влакович! Забивает за 20 минут до конца. Счет становится равным. Ну, и вот здесь Кьеза. Без паники. Хантер. Кьеза. И Влакович. Ну, вот как только наша команда заводится, у нас идет игра. Сейчас бы еще Калушевский подсобраться, и было бы все здорово. Лацо в новой атаке. Подача. Нюбель выиграл. Этот мяч забрал в руки. Наш главный тренер перестраивается на суператаку. Но получится ли она? Да, видимо, нет. Все. Мы, ребята, вырываем только лишь ничью с Лацо. Это была довольно интересная игра. Пытались мы перевернуть ход встречи, но смогли забрать только лишь одну очку. Ну, а вот, ребята, и полуфинал. Здесь нас ждет Барселона. Ну, нам достался бы по-любому. Либо Реал, либо Барса. У нас, как мы видим, есть усталость. Вот о чем я и говорил. Ну, и будем надеяться, что сил хватит. Сейчас мы поменяем немножко форму Барселоне. Пускай они сыграют в своей, ребят, хозяйской. Мы будем играть в своей хозяйской. Почему нет? Ну, и давайте отправляться на игру. У них сейчас на острие атаки Гедеш. Мы принимаем Барселону у себя дома. И стадион сейчас будет просто заполнен болельщиками обеих команд. Это очень такая шикарная вывеска. Ювентус-Барселона. Нет здесь, конечно, Криштиану, Роналду и Месси. Но, ребята, здесь есть множество других персон. И главным из них, наверное, в Ювентусе является Влакович и Хантер сейчас. Но я бы отметил, наверное, всю команду. Не хочется говорить, что Хантер в одиночку как-то тут расправляется. Нет, у нас действительно хорошая командная игра, которая в какой-то момент была у нас и в МЮ. Но потом тренер все развалил. Не получилось. Пришлось уйти. И не только нам. Ну, а по итогу сейчас нам нужно не проиграть в этом матче. Четыре раза вернуть мяч себе. И получить оценку не ниже восьми с половиной. Нужно постараться начать этот матч хорошо. Неплохая передача, Равелла. И тут даже Флемпон пришел помочь, ребята. Не дошла передача до Влаковича. Пока вот такие вот микро-моменты, где чуть-чуть не хватает последнего паса. Это новая атака Барселоны. Играем пока просто на отбой. И снова Хантер, Влакович. Надо бежать, дружище, надо бежать. Хантер. Штанга. Ой-ой-ой, там Хантер может желтую получить отложенную. Сзади дал сопернику по ногам. Нужно возвращаться на позицию. Ну, а Барселона в новой атаке. И классный перевод налево. Эрнандес, Флемпон, прострел. Отбились. Влакович. Новая атака Барсы. И здесь уже Нюбель. Ну, вот и хороший момент. И они решили на коробке разыграть. Рафинья пошел на угловой. Все-таки подача. Хантер. Добирается до мяча. И надо бежать, ребятки. Надо бежать. Есть свободная зона. А есть ли партнеры? Хантер. Хантер все решает сам. Хантер все решает сам, ребята, в этом эпизоде. Это 1-0. 28-я минута. И на секунду показалось, что все. Мяч увяз в ногах. Но Хантер смог его, ребята, прокинуть. Смотрите. Он здесь качает защитника. И тут же бьет ему между ног мячом. И после этого не успевает вратарь Барселоны. Там нет Эрштеген на воротах. 28-я минута. 23-й номер. И 1-0. Домашний гол Ювентуса в матче против Барселоны. Но это, ребята, только лишь первые полчаса двухматчевого противостояния. Хантер. Красиво. Еще одна пяточка. И здесь пытался Равелло найти Хантер этим пасом. Ну, Барса здорово. Здорово владеет мячом. Классная передача. И снова пока наши защитники очень плотненько действуют. Накрывают соперника. Снова Хантер. Успел протолкнуть на Равелло. Кеза. И вот здесь уже Лахман вытаскивает мяч. У нас 43-я минута. Одну минуту к первому тайму добавляет главный арбитр. Барса в атаке. Сейчас нужно просто держать соперника. Черпачок на левый фланг. И все. Мы отбились. Пока перерыв. 1-0. Барселона пытается через короткие и быстрые передачи находить партнеров в атаке. Пока что наша оборона держится, справляется и многого создать сопернику не позволяет. Но я бы не сказал, что и у нас было как-то очень много моментов. Второй тайм начинается как раз с атаки Барселоны. И снова. Снова, ребята, у них не получилось. Хантер. Ай-яй-яй. Вот здесь на скорости не успел остановиться. Ну а здесь снова замудрили у нас же наши партнеры. И в итоге контратака Барселоны. Рафинья. Провал в центре. Это гол. Нет. Это Нюбель, ребята. Хантер забрасывает на Кьезу. Но сил у Кьезы немного. Сил у Кьезы немного, как и у остальных партнеров. Поэтому с этим рывком Кьеза не справился. Ансу Фати. И снова опасно. И снова угловой. На сей раз уже Фрэнки Де Йонг бил поворотом. Подача. Удар. И Нюбель. И снова Кьеза. Передача на Хантера. Хантер полетел в штрафную соперника. Хантер. Нет. Ребята, Хантер здесь не забивает. И почему-то вот в эти моменты не пытаюсь я подсечь мяч. Хотя ребята даже в комментариях мне советовали. А у меня как будто, знаете, мозг отключается. Ну и вот он ответ. И вот он гол Барселоны. Не забиваешь ты, забивают тебе. Фрэнки Де Йонг сравнивает счет на 73-й минуте. Ну и конечно здесь в этом голе есть моя вина. Я не реализовал только что момент. Ну и в итоге здесь Нюбель уже спасти не сумел. Еще один классный заброс на Ансу Фати. Фати в штрафной. Пытается раскрутить Флемпонга и снова Нюбель. И снова Нюбель. Сколько же угловых во втором тайме мы все чаще отбиваемся. Кимпэмбэ покидает поле. Паспяткой. Барселона забивает второй Фрэнки Де Йонг. Расстреливает ближний угол. Делает дубль. Ну и здесь посмотрите какая передача пяточкой. Это было конечно шикарно. Никакого офсайда. Вот так вот весь матч который у нас был казалось бы под контролем заканчивается пока за 5 минут до конца нашим поражением. 2 минуты добавил главный арбитр к окончании этого матча. не хватает уже сил очень много было отдано в этом матче. Здесь Рафинья простреливает. На этом матч закончен. Мы уступаем 2-1. Но ребята нас еще будет ждать следующий серий выезд в гости к Барселоне. Надеюсь что команда успеет восстановиться. Мы попробуем все же ну как минимум хотя бы вырвать ничью. А уже после будем бороться в дополнительное время. Но ребят еще ничего не закончено. С вами был Локи огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok